В сегодняшнем выпуске программы «Как это работает?» экстремальная хирургия. Новинки в конструкциях имплотантов. Как спасли челюсть маленькой девочки. Восстановление конечностей. Возможность пересадки сердца и буквально возвращения мужчине его собственного голоса. Как это работает? Экстремальная хирургия. Хирургические имплантанты. И сначала хирургические имплантанты. Тем несчастным, кто страдает из-за отсутствия частей тела, могут помочь хирургические накладки и имплантаты. Это Анна, 17-летняя девушка, родившаяся с одним ухом. Специалисты создали искусственное ухо, которым она пользовалась до сегодняшнего дня. Это ухо сделано из синтетических материалов и сконструировано с помощью специальных компьютерных программ. Основная трудность состоит в том, чтобы надежно и аккуратно прикрепить его к пациенту. В бок черепа Анны вкручиваются магнитные имплантаты. Они соответствуют двум соединителям на искусственном ухе. Но сейчас ученые работают над более естественным ухом. Оно до сих пор находится в стадии разработки. Но идея состоит в том, чтобы вырастить клеточные ткани в лаборатории в специальной культуре. Исходные клетки забирают у Анны, чтобы ухо не было отторгнуто ее иммунной системой. План состоит в том, чтобы вырастить целое ухо из искусственного матрикса и заполнить его выращенным хрящом. Это очень сложный процесс, и ученые должны еще усовершенствовать эту методику. Исследования показали, что основная трудность состоит в том, чтобы сохранить упругость уха. Новые ткани обычно бывают очень мягкими, а для нормального функционирования им необходимо быть более жесткими. Кроме того, необходимо, чтобы ухо можно было бы прикрепить к черепу пациента без использования металлических болтов. Следовательно, оно должно врасти в ткани сбоку головы. Соединение должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать обычные нагрузки. Несмотря на эти трудности, исследователи надеются, что смогут в ближайшем будущем предложить Анне новое ухо. Итак, мы узнали, как хирурги пытаются помочь восстанавливать уши. А сейчас расскажем про колени. Колено – самый большой сустав в теле человека. Хрящ выдерживает всю нагрузку на колени, и благодаря ему она равномерно распределяется по всему суставу, уменьшая трение до минимума. Суставной хрящ отличает стойкость к истиранию и высокой износоустойчивость. Но восстанавливается он очень плохо. Без него ходьба причиняет сильную боль, а бегать становится просто невозможно. Повреждение хряща означает, что та защита, которую он давал колену, потеряна. Строение колена успешно решает проблемы, связанные с подвижностью, прочностью и стойкостью к истиранию. Природа нашла гениальное решение, а искусственные заменители далеки от совершенства. Для правильного восстановления колена естественное решение подойдет гораздо больше, чем искусственное, и медицина нашла ответ. У Ренаты – рецидивирующие проблемы с коленом. Она отправляется на прием к специалисту, который, чтобы помочь ей, может предложить новое лечение под названием имплантация аутологичных хондроцитов, что по существу означает пересадку хондроцитов или хрящевых клеток. В операционной хрящевые клетки забирают из другой части колена пациента, в ненагружаемой области. Забранные 10 тысяч клеток выращиваются в лаборатории, пока у хирургов не образуется 12 миллионов клеток. Это будущее регенерационной медицины – части тела, которые могут быть выращены в лабораторных условиях. После образования новых клеток пациент снова отправляется в операционную. Ей делают вторую операцию, в ходе которой миллионы новых хрящевых клеток хирургическим путем пересаживаются в ее колено. Это кропотливая и тонкая операция, но, наконец, она завершена. Сейчас пересаженные клетки могут делиться и взаимодействовать с окружающими тканями, образуя новый хрящ. Хирургия гортани и челюсти Несчастные случаи, в которых повреждается челюсть, могут быть крайне болезненными. И сказываться на способности человека есть, разговаривать и на его внешности. Это Учрак – восьмилетняя девочка из Китая, которой солдат раздробил ружьем правую сторону челюсти, когда ей было 4 года. На протяжении половины жизни жевать ей было все сложнее и сложнее, а сейчас стало почти невозможно. Хирурги приняли решение провести операцию и имплантировать фрагмент ее тазовой кости в челюсть. С помощью технологии формирования трехмерных изображений хирург создал точную моделью челюсти и черепа, чтобы во время операции знать наверняка, чего ожидать и как действовать быстро и точно. Имея готовый шаблон, он смог спланировать, как установить костный трансплантат точно на нужное место. Пластиковая модель дает хирургу возможность сколько угодно отрабатывать операцию, прежде чем перейти к настоящей. Это также позволяет ему разобраться в том, какие трудности могут возникнуть. Возможность так точно распланировать все на будущее и видеть, каким будет результат, громадный шаг вперед в этом виде хирургии. Вся операция разрабатывается на компьютере с помощью специального программного обеспечения. Программа точно определяет, какого именно фрагмента челюсти не хватает и как должен выглядеть его заменитель. Трансплантат может быть сформирован с точностью до десятой доли миллиметра. Программное обеспечение позволяет хирургу выполнить виртуальное моделирование операции и получить трехмерное изображение до и после хирургического вмешательства. Чтобы направлять хирурга, на экране в операционной демонстрируется модель имплантата. Столь точное планирование означает, что сама операция не должна продолжаться слишком долго. На самом деле хирург подготовлен так хорошо, что может в ходе операции консультировать других хирургов, обучая их технике ее проведения. Наконец, новый фрагмент хости имплантирован в челюсть Удшрак, и хирурги готовы завершить операцию. Она прошла как по учебнику. Спустя всего лишь шесть недель Удшрак снова может жевать. А через полтора года отсутствующий фрагмент ее тазовой кости нарастет заново. Операция прошла успешно. Это было восстановление челюсти. Помимо этого, хирурги сейчас могут работать с мягкими тканями под ней и создавать искусственную гортань. Весьма вероятно, что для самовыражения нет ничего важнее звука собственного голоса. И в этой речевой лаборатории изучают, как управлять голосом. Малейшее изменение положения языка имеет существенное значение. Более 20 лет Тим не имел возможности говорить. Попав в аварию на мотоцикле, он повредил гортань и голосовые связки. Было принято решение пересадить Тиму гортань умершего человека. После 12 часов на операционном столе, его первыми словами были «Привет, мама». Но через несколько недель стало ясно, что операция не была полностью успешной. Нервные волокна не выросли там, где предполагалось. Некоторые врачи считают, что пытаться пересаживать гортань еще слишком преждевременно. Потому что медицинские технологии пока недостаточно развиты для этого. Крошечный протез может быть единственной реальной альтернативой трансплантату, доступной на сегодняшний день. Врачи смогли установить искусственную гортань в горле этого пожилого человека, чтобы дать ему возможность заговорить снова. Результаты еще несовершенны, и хирурги по-прежнему упорно работают над тем, чтобы в ближайшем будущем трансплантология стала практически осуществимой. Мы познакомили вас с последними достижениями в хирургии челюсти и гортани. Далее впечатляющие операции по пересадке сердца, и как однажды свинья может оказаться полезной. Как это работает? Как это работает? Исцеление сердец Ученые в Европе работают в области так называемой тканевой инженерии, где заменители органа тканевых участков организма выращиваются в лаборатории из существующих донорских клеток. Дирк – живое доказательство того, что этот научный прогноз становится реальностью. Врожденный дефект сердечного клапана делал этого 28-летнего мужчину слабым и восприимчивым к болезням. Но сегодня он полон сил, как никогда. Он жив благодаря заменителю сердечного клапана, выращенному в лабораторных условиях. Сейчас Дирк уже 4 месяца живет с этим заменителем, созданным из собственных донорских клеток, и выигрывает от этого во всех отношениях. Ему не нужны ни лекарства, ни последующие операции. С искусственными сердечными клапанами такое развитие событий было бы невозможным. Искусственные имплантаты требуют приема специальных медикаментов и ежемесячных исследований крови. Операция Дирка открывает возможность в будущем выращивать в лабораторных условиях новые органы, которые могут изменить жизни миллионов людей. Так можно заменять сердечные клапаны. А теперь перейдем к пересадке сердца. Это гонка на время. Этого малыша зовут Льюис. И без трансплантата он скоро умрет. Для ребенка такого возраста найти органы невероятно сложно. Отчасти потому, что родители, потерявшие таких маленьких детей, неохотно идут на донорство органов. Единственный выход – рискованная операция с разными группами крови. У донора третья группа крови, а у Льюиса первая. Льюис – второй ребенок в Европе, которому пересадили сердце от донора с другой группой крови. Очень сложно найти донора с одинаковой группой крови, потому что существует несколько разных типов. Вторая, третья, четвертая и первая. Каждая из которых может быть либо положительной, либо отрицательной. У детей до года иммунная система еще не сформирована полностью, поэтому реакция на другие группы крови не столь кардинальная. Врачи решили пересадить ему это сердце, потому что у них не было другого выбора. В тот момент подходящих донорских органов просто не было. Процедура включает в себя промывание крови Льюиса в чем-то напоминающем центрифугу, чтобы удалить все антитела, которые могут воспрепятствовать приживлению сердца. Это возможно только потому, что у новорожденного ребенка всего около 400 миллилитров крови. После операции Льюису необходимо каждые три недели проходить осмотр, чтобы контролировать, нет ли признаков того, что его организм отторгает новое сердце. Хотя у Льюиса по-прежнему первая группа крови, его организм, кажется, не отторгает новое сердце. Операция прошла успешно, к огромной радости его родителей. Тем не менее, чтобы не допустить отторжения, Льюису придется всю жизнь принимать медикаменты, но это совсем малая плата за жизнь. Мы рассказали о том, как врачи сумели спасти жизнь маленького мальчика с помощью пересадки сердца. Но что можно сделать, когда донорских органов не хватает? Поскольку на сегодняшний день не существует искусственного сердца, которое могло бы работать по-настоящему, врачи серьезно размышляют над тем, чтобы обратиться за помощью к животным. Исследователи рассматривают возможность использования сердец свиней. По своему строению и размерам сердце свиньи удивительно напоминает человеческое. Врачи уверены, что очень скоро при отсутствии подходящих доноров, если необходима срочная трансплантация, мы сможем использовать сердца свиней. Эти свиньи выращиваются специально для трансплантации. Ученые многие годы пытались найти возможность обмануть иммунную систему человека так, чтобы она не отторгала свиные сердца. Свиньи подходят для этого идеально, поскольку их легко разводить. А обмен веществ у них очень похож на человеческий. Врачи должны быть уверены в том, что клетки сердца не будут восприняты организмом как чужеродные. Чтобы свиньи стали ближе к человеку настолько, чтобы обмануть организм, их необходимо изменить на генетическом уровне. Для этого молодым свиньям вводят человеческие ДНК. Фрагменты свиных сердец уже были успешно использованы. На самом деле сердечные клапаны свиней пересаживаются людям уже более 25 лет. Нервные клетки свиней также успешно пересаживались тем, кто перенес инсульт. Пройдет еще немало времени, прежде чем свиное сердце будет пересажено человеку целиком. Но наука стремительно двигается вперед, и в будущем у многих людей появится надежда. Это Анна, и она на пути к новой жизни. У этой 41-летней женщины врожденный дефект, при котором одна нога короче другой на 6 сантиметров. Чтобы ее позвоночник остался прямым и не деформировался, она вынуждена носить специальную обувь и может только мечтать о сандалиях. Несчастные случаи, нарушение роста, костные опухоли. Короткие ноги встречаются довольно часто. Постоянная хромота часто приводит к истиранию суставов и, как следствие, к инвалидности. Эта девушка по имени Бриджит хотела избежать такого исхода любой ценой. Три месяца назад ей сделали операцию, которая прошла очень успешно. Врач Рейна Баунгард – человек, благодаря которому кости становятся длиннее. В бедренную кость Бриджит вставили разработанный им имплантат. Кость сломали, а затем разлом раздвинули с помощью миниатюрного механизма на высокотехнологичном штифте. Кости всегда нарастают, пока не соединятся, а благодаря этому методу они становятся длиннее. Три месяца спустя нога Бриджит удлинилась на 4 сантиметра и стала вполне устойчивой. У неё была не только короткая, но и искривлённая кость. Это тоже исправлено. Это штифт с электронно-механическим устройством, который раздвигает сломанную кость. Врачам уже более столетия известно, что перелом кости всегда зарастает сам. Обычно сломанная кость вправляется и удерживается в нужном положении с помощью болтов. Это настоящая пытка по сравнению с имплантацией штифта. А не необходимо удлинить ногу на 6 сантиметров. Именно поэтому ей вставили штифт и в бедренную, и в малоберцовую кость. На протяжении следующих 30 дней каждый из них будут постепенно удлинять, как телескопическое устройство. Это достаточно серьёзное оперативное вмешательство, и в операционной работает полностью укомплектованная бригада. Имплантируемый штифт – хитроумное изобретение. Но, тем не менее, эта работа требует от хирургов огромного напряжения. Они должны сделать отверстие в ноги Анны и с высокой точностью вставить в него штифт. Через крошечный надрез под коленным суставом в обеих костях высверливаются пазы. Операция предварительно смоделирована на компьютере. На рентгеновском мониторе постоянно ведётся наблюдение за ходом операции. Наконец, кость аккуратно распилена. Примерно через 3 часа хирурги готовы вставлять первый имплантат в высверленные пазы в бедренной кости. Диаметр электронно-механического штифта равен примерно полутора сантиметрам, и его вставляют в оба фрагмента кости. Подходит идеально. Затем устанавливают антенну, чтобы приводить его в действие. Это напряжённый момент в конце операции, когда врачи проверяют, работает ли антенна. Всё хорошо. Операция прошла успешно. Этим трем девушкам по 16 лет, и у всех них одна нога короче другой. Им сделали операцию по имплантации электронно-механического штифта, и они могут регулировать его дома самостоятельно. Ортопедическая обувь для этих девушек скоро окажется в прошлом. Врачи демонстрируют девушкам, как регулировать штифты, чтобы удлинять ногу. Это значит, что они могут делать это дома, и им не нужно оставаться в больнице. Кроме того, таким образом девушки могут контролировать процесс заживления. И это даёт им возможность чувствовать себя более независимо. Анна ходила уже на следующий день после операции. Но несколько месяцев она не сможет опираться на ногу. Благодаря двум имплантантам нога удлиняется на 2 мм в день. Через 30 дней она будет на 6 см длиннее. Когда достигнув нужной длины, кость приобретёт устойчивость, штифт будет извлечён. С двумя одинаковыми ногами мечта для Анны станет реальностью. Мы рассказали вам о том, как медицинская наука может коренным образом изменить жизни людей. До встречи в следующем выпуске, когда мы ещё раз зададим вопрос, как это работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин